Тема своего доклада, не отходя от основной идеи, вот сейчас он звучит как бесхозные вещи, сценография, эмоции, коммуникации, это были именно те аспекты, на которых мы заостримы с будущего внимания, говоря о бесхозных вещах. Вероятно, начать с того, с вопроса, почему, собственно, нам важны бесхозные вещи, и почему мы думаем, что эту тему стоит рассмотреть в контенте городских исследований. Дело в том, что бесхозная вещь, это вещь, которая ускользнула из сети повседневных взаимодействий, однако в тот момент, когда вещь, предмет, ускользает из повседневных взаимодействий, он может быть утеряны, он может быть выброшен, он может быть просто забыт, в этот момент предмет становится открытым для разнообразия сценариев и различных интерпретаций. И, вероятно, именно эта открытость, множественность сценариев, и делает потерянные или выброшенные вещи привлекательными для сказочников, типа Ганса Кристиана Андерсона, но и не только для них, но и для городских исследователей. Дело в том, что бесхозная вещь является эпицентром, вокруг которого начинают разворачиваться различные формы коммуникации между горожанами и формироваться временное сообщество. И в качестве предмета исследования бесхозная вещь делает возможным следующие вещи. Например, рассмотреть процесс и динамику формирования сценариев повседневного взаимодействия горожан, рассмотреть, каким образом потерянные вещи тематизируются городскими властями и как с потерями и находками работают различные институции. Здесь хотелось бы сказать, что потерянная вещь, на первом взгляд, кажется, как ты назвал ее Дэвид Биселл, таким аплодемозом незначительности. Но подумаешь, какая мелочь. Вместе с тем, мы можем говорить о том, что исследование потерянной вещи, оно потенциально удовольствием для выработки новых схем исследований города. Например, для формирования исследовательской микрооптики, сфокусированной на деталях. Как мы помним, в своей биополитике Маурицио Лоцарата описывает современное общество как общество управления деталями, общество управления через случайности и мелочи. И, соответственно, деталь в этом обществе превращается в важную точку реинтопритации, в создании новых сценариев, на чем построено очень много феноменов современной культуры. И потерянная вещь, вот эта мелочь, она начинает приобретать огромную культурную значимость в обществе, делающем значимость деталь. Не случайно один из призеров «Оскара» прошлого года — это вультфильм Шона Тена с одноименным названием «Love Thing». А всевозможные рассказы о потерянности, ну, например, практически ставший культом, такой сферический рассказ «Миссинг-мисси» имеет один из наиболее высоких рейтингов и число последователей в интернете. Соответственно, мы говорим о том, что деталь, она важна и в современном городе, и для разработки схемы следований современного города. Кроме того, логика развития современного города, она говорит нам о том, что в ситуации воздействия реалопроцесса происходит выработка особой детализированной оптики горожанин. Когда горожанин обращает внимание на детали, то ли в силу действия властных усилий, как бы видящих в деталях и в вещах, там оставленных без внимания источникам властности, то ли под действием и как бы и под действием форм современной культуры, например, всевозможного стрит-арта, очень великолепно играющего, с масштабами, с работами и так далее. Вы можете увидеть Пабло Дель Глада, да, это вот как раз лондонский стрит-артист, который знаменит использованием маленьких фигур, поиск которых превращает горожанина в охотника за приключениями и вырабатывает вот эту вот исследовательскую оптику не только у исследователя, но и у горожанина. И горожанин становится таким самогранным коллекционером опытов, тем, кто относится к горду. Я бы, может, еще допомнила, что микрооптика позволяет фиксировать различные эмоциональные контексты. Ведь эпизоды потерянности вещи, ее нахождение обычно эмоционально насыщены. То есть мы можем испытывать горечь от потери вещи, радость от находки неожиданной, может, такой интерес, сюрприз, да, и гордость от совершенного доброго дела, если мы возвращаем вещь ее владельцу. Можно говорить о том, что вот сценарии, да, которые подразумевают поделенные вещи, они изначально множественные. И если мы рассмотрим вот современный город, как в поле столкновения с потерянными вещами, мы обнаружим множественность паралитно действующих сценариев. Одним из вот, ну, как бы, таких вещек, почтенную историю сценариев является сценарий Lost and Found, да, или Бюро Находок в русском языке. Появившись в начале 19 века, Бюро Находок предложила четкие правила взаимодействия с вещью. Вещь должна быть подконтрольна, она должна иметь хозяина, и она должна быть, если она, вот, разве хозяина, быть помещена в соответствующее место. Lost and Found предполагает особые правила взаимодействия с вещью, вот создает такой, как бы, локальный порядок вечного взаимодействия. Это, во-первых, классификация вещей, во-вторых, это общение с вещами с помощью посредников. Вещь, как бы, будучи множественной, да, такая потерянная и найденная вещь, она растворяется в множестве аналогичных объектов. И вот в данном случае вы видите, да, фотографии лондонского Lost and Found офис, да, где нахождение вещей невозможно без специальных помощников, и где, соответственно, посетитель отделен, да, вот его воссоединению с вещью, предшествует некоторое взаимодействие с экспертом. И, возвращаясь к замечанию, которое сделала моя коллега, указывая на то, что в повседневных контекстах вырабатывается некая чувствительность горожан по отношению к деталям, возвращаясь вот к организации бюро находок, можно обратить внимание на такую вещь. Когда горожане сами начинают создавать подобие бюро находок, то есть инициируют создание виртуальных музеев потерянных вещей, они воспроизводят тот же порядок классификации потерянных вещей, как это делает и бюро находок. И в то же самое время понятно и то, что классификация вещей в бюро находок задает некий алгоритм поиска, то есть, опять-таки, формирует оптику горожан по отношению к потерянным, но уже возвращенным в некие контексты вещам. И мы уже упоминали о том, что одновременно в городском пространстве действует несколько сценариев общения с бесхозной вещью. И второй сценарий, относительно новый сценарий, да, это сценарий, о котором сегодня уже упоминалось, это сценарий беспокойства или опасности. Конечно, это сценарий такой любимец социальных исследователей, о нем сегодня, да, очень много пишут и очень много говорят, но мы хотели бы обратить внимание также, что как бы невозможно ассоциировать, да, вот эти вот властные институциональные сценарии, с которыми скрывается государство или соответствующие службы, да, только сценариями управления эмоцией в негативном контексте, то есть управления опасностью, с управлением беспокойства. И как бы вот здесь теоретические там положения, не знаю, того же, да, там, агамберны или лоцараты по многообразию управления эмоцией, они становятся ощутимыми, потому что сегодня властные структуры также управляют и, или пытаются это делать, и позитивными эмоциями. На примере европейских городов мы можем вспомнить, да, как город там светает, как в нем появляются смайлики, там, в самых неожиданных местах на урнах, да, они там что-то начинают тебя приветствовать, да, то есть город оживает, и город начинает там тебе подмигивать, и это тоже становится властной инициативой. Таким образом мы видим как бы усилия властей, такие множественные сценарии, не только в управлении опасностями, негативными модусами, но и в управлении нейтропозитивными. Здесь в качестве примера можно провести обзывления, которые встречаются в лондонских поездах, которые связаны как раз-таки с одной стороны с опасностью, связанной с потерянной вещью, но с другой стороны в этих объявлениях горожане вдохновляются или горожан просят в случае нахождения потерянной вещи обращаться к рядом стоящим горожанам, а не к службам безопасности. То есть идет возвращение к сценарию, такого, ну, связанным с городским содружеством, да? Так, и, ну, как мы уже говорили, уже на уровне рассмотрения институциональных практик работы с бесхозными вещами проявляется многосценарность бесхозной вещи, то есть ее способность выступать во множестве ролей. С одной стороны, бесхозная вещь может быть опасной, с другой стороны, она может быть просто случайно оброненной или оставленной, она может оказаться арт-интервенцией, а также бесхозная вещь может оказаться объектом коллективной игры, в ходе которой участники оставляют предмет, например, книгу в публичных местах, и позже отслеживают ее путешествие благодаря специальному коду, указанному на книге, который регистрируется в интернете. Как это происходит в случае поп-кроссинга. Таким образом, бесхозная вещь приобретает временного хозяина, который, прочитав ее, снова оставляет ее где-нибудь в городе. Переходя к рассмотрению многосценарности повседневных практик работы с бесхозными вещами, мы наметим серию вопросов, которые при дальнейшей работе с темой потерянных вещей могут послужить ориентирами. Первый вопрос, как сами горожане работают с утратой вещи? Каким образом они приручают найденные вещи? И какие возникают формы взаимопомощи? Итак, мы рассмотрим некоторые формы коммуникации, которые складываются вокруг потерянных вещей, а также формы экспонирования вещи, которые изобретают горожане, сталкивающиеся с потерями и с найденными вещами. Следует, вероятно, начать с того, что в повседневном городе вокруг потерянной вещи формируется пространство заботы. Горожане, которые обнаруживают бесхозную вещь, проявляют заботу о том, чтобы вещь обрела своего хозяина. Найденная вещь помещается в место, повышающая возможность ее нахождения. Таким образом, прохожие нередко выступают в качестве сценографа, который активно реинтерпретирует городское пространство. И создает пространство заботы. Следует сказать, что горожане порой бывают очень изобретательны и даже артистичны, заботясь не только об эффектности, но и об эффективности экспонирования вещи. То есть ищут более симпатичное место для того, чтобы ее оставить, для ее экспонирования. Здесь также можно отметить, что подобные сценарии возникают и в таких микросообществах, которые составляют жители многоэтажек, которые ищут места для того, чтобы делиться со своими соседями уже ненужными вещами. Обычно эти места находятся около контейнерных баков, в баках с мусором или на каких-то приступках, каких-то нишах, которые обнаруживаются в подъезде. В другой момент... И вот здесь мне хотелось бы еще добавить, что потерянные вещи, когда мы прислушиваемся к своим эмоциям, когда мы расспрашиваем людей, которые сталкиваются с этим ощущением потери, на наш взгляд, очень важно, потому что потерянные вещи создают не только пространство внимания, мы видим внимание и к вещам, и к другим, через отношения и через помещение вещи в соответствующий антураж, но вместе с тем потерянные вещи создают пространство интенсивной эмоциональности в городе. То есть возникает своего рода холидоскоп эмоций. Что это означает? Удивление, например, от увидения вещи, «Метание стоит, не стоит, опасно, не опасно, сразу умру, не сразу». Да, там, я не знаю, радость от доброго дела, радость от того, что ты поможешь, так и нести плеч, и бережно к ней относишься, как бы, ну, памятуя о том, что она может быть чья. Таким образом город становится не просто таким монохромно-эмоциональным пространством, но пространством интенсивных, левископических эмоциональных переживаний. И в данном случае вот нам важным кажется не просто, как бы, да, вот, там, я не знаю, разоблачить какие-то действующие сценарии, вроде упорядочения или беспокойства, которые ассоциируются с действием институтов и служб соответствующих, но и, на наш взгляд, вот такую политическую, если хотите, гражданскую ценность, имеет в данном случае и обнаружение тех сценариев и тех эмоций, которые уже существуют и реализуются в практике, потому что они также расшаривают и поддают, подвергают сомнению доминирующей сценарии. Следующий момент связан с тем, что вокруг потерянных и найденных вещей обычно разворачивается интенсивная письменная коммуникация. Объявления о потерянной вещи формируют пространство диалога и зачастую сами становятся местом для игривых замечаний или переписки прохожих. В течение последних лет мы заметили, что объявления о потерянных вещах становятся все более эмоционально насыщенными. В поле зрения попадают все больше трогательных, наивных объявлений, написанных от руки детским почерком с нарисованными картинками. В уличных объявлениях используется все больше иллюстраций. Во многих объявлениях оговаривается, почему потерянная вещь представляется столь дорогой. Например, она была подарена близким другом. То есть в объявлениях еще прописываются такие микроистории этих вещей. И персонификация в данном случае происходит через рассказ личной истории. Так, потерялась собака, она член семьи. Но также персонификация происходит через своеобразный отпечаток телесности. Например, через ручное письмо, которое, как вы видели в предыдущем случае, используется. Более того, стоит, наверное, добавить, что формат уличных объявлений сам по себе в последнее время становится объектом рефлексии ироничных экспериментов. В качестве примера тут можно привести разнообразные грибы объявлений, которыми изобилует, возможно, каждый город. И еще один пример интенсивной эмоциональности, которая открывает все возможные регистры и все возможные степени эмоционального воздействия, включая слицательные знаки на личную историю. В качестве кейса нового элемента городской сценографии, который ориентирован на интенсивную коммуникацию между гаража, и на поддержку взаимопомощи приведу уличный объект, который был разработан в сотрудничестве с моими литовскими соратниками по городским играм, и назвали мы его уличный блок «Веб-0». Этот блок сочетает в себе функции инструментов интернет-коммуникации. Это форумы, дискуссии на заданные темы, это твиттер, текущие сообщения от гаража, это фликер, то есть возможность экспонировать свои фотографии, картинки, граффити, чем очень активно воспользовались граффитисты, призывая городские власти легализировать стены в городе. Это файлообменник, возможность делиться и оставлять вещи для общественного пользования. Уличный блок был впервые инсталлирован 4 года назад, и с тех пор он претерпевал множество изменений. Существует уже 6 версий этого блока, они были инсталлированы в различных городах. Уличный блок очень быстро оброс возвращающимися пользователями, которые приводили своих друзей и родственников, чтобы показать им же адресованные сообщения. В течение первой же недели можно было наблюдать формирование городского сообщества, сообщества, которое скреплялось, или скрепляющим веществом которого стало письмо и обмен вещами. Вокруг блока начало формироваться пространство заботы, поскольку горожане приносили, оставляли на установленной в городе доске неподалеку найденные вещи. Одной из форм взаимодействия с потерянными вещами мы можем также назвать блоги. Это пример такой интенсивной письменной и эмоциональной коммуникации. Опять-таки интересно заметить, что за несколько прошедших лет произошло такое skyrocketing, такое резкое возрастание количества блогов, посвященных потерянным вещам. И что в свою очередь забавно, что эти блоги в определенной степени заимствуют идею буронохода. Они тематически специализированы. То есть отдельные блоги существуют на потерянные перчатки, как правило, другие блоги на потерянные башмачки, третьи на потерянных кошек, четвертые на потерянных собак продолжали можно до бесконечности. Но вместе с тем, блоги существуют и в прагматическом формате, они ориентированы на то, чтобы люди находили вещь. Но не в меньшей степени блоги существуют и в формате некоторого разделения эмоций, и некоторого разделения городского опыта. Создатели таких блогов можно назвать коллекционерами городских ситуаций. И это то, что отличает их от стандартного посетителя бюро находок. Это эмоциональность и это непрагматичность настроя. И вот здесь мы хотели бы предложить вашему вниманию небольшой кусочек из... Наблюдая всплеск интереса к потерянным вещам и благосферия, можно задаться вопросом, что движет этими людьми, которые день за днём фотографируют эти потерянные перчатки. И сами блогеры задаются этим вопросом. Нам кажется, что отчасти этот фрагмент мог послужить таким ответом на вопрос, почему фотографируются потерянные вещи, что с ними дальше делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну чего себе? Это просто ботинок. Я знаю, я уже три года делаю фотографии потерянных ботинок. Вот как? Да, у меня даже есть сайт. Проект потерянный ботиночек.ком Я всегда нахожу женскую обувь. Но знаешь, на каблуках, когда один каблук сломан, или детскую, или какую-нибудь рабочую, но всегда только один ботинок. Меня восхищают эти ботинки. Как может человек потерять только один ботинок? Это действительно круто. Спасибо. Знаешь, действительно интересно. Да, пойдем поедем. Спасибо. 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 Здесь стоит еще сказать о том, что в последнее время в среде блоков, посвященных вещам, потерянным вещам и найденным вещам, найденным прежде всего, тоже можно наблюдать некоторую трансформацию. В последнее время появляется все больше блоков, члены которых склонны разрабатывать сценарии взаимопомощи на основе вещей. То есть собирают ненужные вещи и предоставляют их тем, кто нуждается в помощи. Вот пример такого блога, может быть, недавно открывшийся от Тугяна Групп, в который регистрируется сообщество, в которые направляют, члены которых направляют это вот, направляют свои усилия на оказание помощи гражданам. Ну и в ключевом ходить сказать, что вот такая демонстрация множественных сценариев, она управляет нам с одной стороны пытающейся объединиться, обнаружить, да, креативное гражданке, перейти от, как бы, постулировали этого прием к рассмотрению, как эта работа, да, и как она действует в городской среде. А с другой стороны, да, как бы задать себе вопрос, какими инструментами и какими теоретическими рамками мы обладаем за то, что мы для работы была достаточно эффективна. Таким образом, да, это не только украшение, но, наверное, для исследователя, да, это удовольствие от встречи с таким вот относительно новым, дающим массу перспективам, массам возможностей, предметам исследований. И массам возможностей, конечно, предметам исследований. Большое спасибо, что вы делаете. Спасибо большое за очень интересное выступление. У меня такой вопрос анализирует, у меня, что у вас появилась какая-то рамки и вещи, в зависимости от того, какие вещи возвращаются чаще. У меня, например, в случае друзей там оставляли телефоны, практически не когда сотовые телефоны, если они много стоят, они возвращают. Так вот, дорогие вещи, такие как кулет, книжка, электроны, возвращаются ли они, есть ли какая-то анархия в зависимости вот от стоимости? Здесь зависит не только от стоимости вещи, но и того, где вещь потеряла. И, как руководитель, то есть там у меня гораздо больше вероятности найти, чем у других. То есть, если вы потерялись там в своем офисе, что-то, да, или в каком-то там встании, то, может быть, да, вы понимаете, что это чьё-то, да, вокруг, как бы, я предполагаю, я руководитель, да, то есть одни места создают больше условия для, на тебя, чтобы речь была найдена сообщества и институционального, да, нахождения там, по различным, да, службам. Это как-то первый момент. Второй момент, он обратил внимание отлично немецкий исследователь потерянности, да, Верке, он говорил, а часто ли мы возвращаемся даже за самыми дорогими вещами, считая их безрадежно потерянными, да, и он в частности приводил пример Лост-Инфаунд Дерлинского, там, железнодорожного вокзала, где он говорил, что там на полках пылятся новые буки, да, а как бы зарисовка там из парижского Лост-Инфаунда, тоже прочитанная в газете, что там одновременно на полках звонило, да, несколько десятков селефонов, да, вот поэтому вопрос, а насколько мы ожидаем, что вещь будет найдена, да, это такой вопрос, который просит, да, вот, встать с Александром. Просто вот, продолжение примера, полицейские участки в Литве тоже жалуются на то, что в течение пяти лет они должны держать у себя вещи, которые были принесены горожанами, и, ну, просто нет места, где их хранить, и они ждут, пока кто-нибудь придет, и даже каждый раз предлагают людям, которые вообще не по этому делу пришли, посмотреть вещи, не завести ли ни к ним. А вот Сидёв задавался именно тем же вопросом, да, вот, как находят кошельки, вот скажите, ну, вот, ну, да, там, найду я зонтик или варежку, ну, я поюшу на забор, да, там, я и кошелек возьму, там, говоря про себя, отдельно, а, вот, бюро находок, да, а есть ли опыт в других странах, вот, культивировать вот те эмоции, да, вот, когда человек находит, вот, его телефон, дорогой телефон, находят деньги, да, люди достаточно, ну, большие деньги находятся, в самом смысле, у меня с историей, а, вы, видите ли вы инструменты, может быть, уже где-то видели, ну, просто за рубежом, да, вот именно культивирование вот этого поведения, а, что процент был рад, дорогих вещей, увеличивался, вот, если мы говорим, там, об управлении эмоцией, да, ну, ну, отпустим сейчас баннерные, да, там, слоганы, это все и так, ну, наверное, на виду, да, может быть, что-то еще интересное подскажет, подскажет, подскажет. Я представляю себе, я представляю себе возможные рекламные кампании, социальные кампании, связанные с отстегиванием позитивных эмоций, которые должны испытывать добродетельные горожане, вернувшие вещь, но собой не приходилось сталкиваться с подобного рода кампаниями, поэтому пока мы ответим на этот вопрос, не знаю, что какие-то догадки. Вы знаете, вот, ну, просто, да, не приходилось сталкиваться, но я думаю, что вот это вот отношение, а, как, материнство, нравственность, это еще часть, там, городской культуры, культура сообщества и так далее, да, то есть, как вы видели, на самом деле, в нашем случае, да, через произведения были нарисованы детьми, да, вот этими кошечками, словачками, то есть, да, ну, как-то тут работает масса институтов, да, и масса друг, которые формулируют должные отношения, и поэтому здесь надо смотреть, да, а как города складываются в констилляции, кто на что влияет, там, где можно увлекать сообщество, где институциональная, вот, века, то есть, вот, нас, как именно, да, и какие-либо, как, да, да, и, вот, смотреть, вот, это переплетение, потому что достаточно много игроков задействованы ситуацией, ну, потерянности, возможности. Ну, отвечал вопрос ментальности, конечно, безусловно. Ну, как бы, она не операционализирована, поэтому мы так же поклонник моментов. So, а lot of your projects seem to be about breaking down, ah, impersonal boundaries, connecting. And there's, there's a, ah, there's a book, ah, in the US now, called Talking to Strangers. и это проходит о Принске и о том, что человек должен был и прочитать прохладом. Так что она, в веках, эта проблема с рутинным ретенцией и снижением. и барьеры, которые обычно находятся между людьми, и используют это как базу, чтобы говорить о росте Советского Союза и о людях, которые были первые люди чтобы уничтожить эту традиционную сайту. Я просто думаю, что это интересно и интересно, что вы делали. Спасибо. Мы можем классифицировать в категориях и смотреть, откуда начинаются наши гражданские отношения. С чего начинается наше гражданское внимание? Иногда просто с фактора с добора с другим человеком. Создание государственной нормативности. Спасибо большое. Наверное, еще одна часть этой темы потерянных вещей и формирование сообществ городских вокруг потерянных вещей важна в смысле фиксации перехода от немец к местам активного душевного общения, сопереживания и взаимодействия. Нам важен еще этот переход, что вместо обезличенного общения откроем местам активного взаимодействия. Спасибо большое за замечательное сообщение. Мне вопрос по поводу дневной креативности. Сейчас глобишь себя на том, что в вашем волнении глобишь любые симптомы проявления общественной силы, начиная от широкого образа романцы, с помощью которых собирались деньги на деньги, и заканчивая музыкологическую практику на Facebook, когда люди выкладывают фотографии, во-первых, в тех, кто-то очень много в этом отношении сделает. И, соответственно, возникает вопрос о границах использования термина «креативность вообще», и в частности того, что гарант термин можно называть «лебой креативностью». Это очень интересный термин. То есть, как так социальная энергия реализует себя, насколько в том числе реализуется социальная энергия для того, чтобы, как в стратегии говорили, «вое удовольствие». И, соответственно, как далеко вы готовы зайти в использование термина «креативность» во всех ситуациях страха заботы по вещам? Применим этот термин? И наоборот, когда это заходит дело до заботы о людях, где здесь «креативность»? Я не уверена, что тут следует какие-то противопоставления проводить. Скорее, креативность, если мы говорим об отношениях уже не свечено с человеком и участия в педаграфических ситуациях, здесь креативность может выступать в качестве модуса взаимодействия с сообществом, которое привлекает, что для помощи какому-либо человеку. То есть креативность проявляется скорее в поиске тактик, организации и активации сообщества. Здесь я согласна, что креативность – это такой скользающий термин, такие маньяки есть в детали, но для нас важно, да, как бы привлечь внимание очень адресное, очень наша осторожная работа с этим термином, да, важно привлечь внимание к повседневной креативности, да, и представить именно горожан, как бы таких дворцов повседневности. Потому что мне кажется, что некоторое время гражданский исследователь дал эти четыре риторика креатив сити, да, когда эти становятся, как уже, да, но он такой индустриальный фактор для проекта. Поэтому перейти к профессиональным схем, да, вот аналитом и вседневности, да, просто, мы считаем его важным исследовательским задачей. Поехали? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok